Как известно, в каждой махале всех городов, сел и аулов республики введена должность женских активисток для работы социально уязвимыми слоями населения, всесторонней поддержки женщин и девушек. В эти дни на местах проходят учебные семинары для разъяснения сути их задач, проводятся практические занятия, изучаются отечественный и зарубежный опыт в данном направлении. С примерами Томила Экрамова. Совершенствование системы поддержки женщин и дальнейшее укрепление их статуса в обществе. На сегодняшний день это является одним из приоритетных направлений государственной политики. Создание достойных условий жизни для женщин и девушек. Эта цель определена как одно из важнейших направлений в стратегии развития нашей страны. Для системной реализации стоящих в сфере задач в разрезе махалей указом президента образован Государственный комитет по делам семьи и женщин. Должности заместителей председателей по вопросам женщин и семей более чем в 9 тысячах махалях страны были переведены в систему комитета. А в каждой махале введена должность женской активистки. Теперь в каждом районе есть система, которую будет слушать женщин. Собираться достоверная информация, в чем нуждаются женщины и где, как обстоят вопросы их образования, воспитания детей. О том, какие первостепенные задачи стоят перед женскими активистками, было рассказано в ходе учебного семинара, организованного в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. В качестве слушателей в нем приняли участие ответственные сотрудники региональных управлений по делам семьи и женщин, а также специалисты Центра реабилитации и адаптации женщин. В центре внимания участников социальная защита женщин из малообеспеченных семей, оказание социальных услуг в махалях. Наряду с теоретическими знаниями слушатели улучшили и практические навыки. Учебный семинар был организован в онлайн и в офлайн режиме, благодаря чему был обеспечен широкий охват участников из регионов. Отметим, что это лишь первый этап. Во втором, который будет организован с 23 по 27 мая текущего года, практические занятия по решению проблем женщин пройдут с участием 9348 женских активисток. На сегодняшний день государство уделяет большое внимание женщинам. Учебный семинар проводится именно для того, чтобы повысить квалификацию по социальной защите семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В республике создано на сегодняшний день 24 центра реабилитации и адаптации женщин. Также сейчас налажена система телефона доверия 1146. Создаются списки по поддержке женщин. Это женские тетради, железные тетради. Именно этим женщинам выделяется большая помощь, как материальная, так и социальная помощь. Также поддержка по защите прав их, по воспитанию детей. Здесь привлечены тренеры именно по социальной работе. И мы надеемся, что будет оказана большая поддержка нашим женщинам и их семьям. Кстати, говоря о практической части данного семинара, участники смогли ознакомиться с работой образцовой махали в данном направлении. Слушатели посетили махалю Орзу, расположенную в Алмазарском районе столицы. Здесь со стороны женской активистки полностью сформирован баланс женщин. То есть собрана вся необходимая информация о жительницах, которым необходимо оказать социальную помощь и поддержку. Участники семинара узнали много нового и полезного. Ознакомившись с опытом данной махали, каждый определил для себя ряд задач для оказания необходимой социально-экономической, медицинской, юридической и психологической помощи женщинам. В апреле этого года на видеотелекторном совещании, прошедшем под председательством главы государства, был отмечен положительный опыт по адресной работе с семьями, нуждающимися в социальной защите в городе Ангрен и в 13 махалях Алмазарского района столицы. Женские активистки в махалях изучили 109 семей и помогли в решении их проблем. На сегодняшний день в 8 махалях Алмазарского района – это махали Гана Азамов, Гручарых, Намуна, Кштут, Чимбой, Чагатой Дароза, Ачавод, Корасарой – ведется активная работа с 60 семьями. Уже 80% из них оказана практическая помощь, и они исключены из списков нуждающихся семей. Работа, проводимая в Узбекистане в данном направлении, была весьма интересна для зарубежных экспертов. Об этом говорилось в ходе международной научно-практической конференции на тему «Роль ценностей в развитии семьи, отечественный и зарубежный опыт». Как отмечалось, на сегодняшний день разработан комплекс мер, направленных на укрепление Института семьи, формирование духовно-нравственных семейных ценностей, пропаганду о роли семьи в обеспечении мира и согласия в обществе. В связи с чем, 29 апреля этого года Кабинет министров утвердил комплексную программу мероприятий по продвижению идеи на пути к благополучной семье. На пленарном заседании конференции было представлено 18 докладов на такие темы, как роль социально-трудовых отношений в укреплении семьи, роль ценностей в духовном развитии семьи в новом Узбекистане, гендерное равенство и значение прав человека. Все участники сопровождали свои выступления медиапрезентациями. Обсуждались именно семейные ценности, их роль в укреплении Института семьи. Их участвовало ряд международных экспертов из Малайзии, Японии, из Болгарии. Они очень заинтересованы в новых механизмах по укреплению Института семьи и уделению внимания поддержке женщин в Республике Узбекистан. Особенно их интересует опыт Узбекистана и каким образом мы стараемся сохранить наши семейные ценности, как мы дорожим ими. Эксперты, которые участвовали на этой научной конференции, дали очень высокую оценку проводимой политики по поддержке женщин и укреплению Института семьи. Были разработаны ряд предложений, которые будут вноситься в законодательство Республики Узбекистан. В целом дискуссия была конструктивной, содержательной и полезной. По итогам конференции с учетом международного опыта были разработаны предложения и рекомендации. Также планируется издать сборник научных статей.